В этом видео обсудим автозагары, а также спрей, которые распыляют в специализированных салонах. Сравним их вред с солнцем и с солярием, попробуем выбрать лучший, чтобы этой зимой быть шоколадками, если вам этого хочется. Привет, меня зовут Клава Дубер, пожаловать на мой канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей, а также иногда психологию и разные личные темы. Итак, автозагары, кремы, лосьоны, спреи, которые дают на коже оттенок от золотистого до оранжево-желтого и затем смываются без участия хоть какого-либо участия солнца. Как я связана с этой темой? Предыстория. Я бледная. Не прям супер бледная, но раньше мне казалось, что я прям супер-супер бледная. И сейчас мне всё равно. Мне вообще плевать, какого цвета моя кожа, если она здоровая, если она в хорошем состоянии, то есть меня совсем не беспокоит её цвет. Но раньше и всё моё детство, как я росла, я из всех углов слышала, как плохо, если ноги отливают синим или слишком бледные, как, не знаю, плохо, если видно вены, как нужно обязательно всем загорать. Все поголовно вокруг меня загорали, обсуждали, как бы не сгореть, как бы чем намазаться, чтобы больше перетянуть солнце. Когда мы ездили в Орлёнок, мы ложились специально, не знаю, ногами к солнцу, чтобы на нас лучше приставал загар. В общем, всё своё детство сознательное. Я понимала, что неплохо бы быть загорелой. И я пользовалась автозагарами, наверное, на протяжении лет десяти постоянно. Начиная класса, наверное, с седьмого, даже, наверное, раньше, потому что я помню, что когда я ходила на балет, и летом мы занимались бестреко, то есть просто в, как это, леотард купальничек и, ну, в смысле, балетки или пуанты, в зависимости, там, от чего, да. Я замечала, что у меня ноги супер бледные по сравнению с другими девочками, и тогда появляться стали автозагары, я ими пользовалась. Я даже помню, что один раз я покрасила пуанты, пуанты, чтобы они подходили под цвет моих загорелых ножек. В общем, да, выглядели очень плохо, пришлось их выбросить. И я как раз-таки с очень молодых лет наловчилась их использовать так, чтобы не было пятен, я не перебарщивала с ними, и, в общем, была таким профи в автозагарах. И очень смешный момент, связан с нашим девятым классом, когда, насмотревшись на мой положительный опыт, моя подружка тоже решила намаз с автозагаром перед выпускным, и она была такой желтой, она как-то пренебрегла моими советами и лайфхаками, и, в общем, я выглядела более-менее золотистой, нормальной, а она прям прям леопардово-желтой какой-то. Короче, я считала себя вообще профи в автозагарах, думала, что я все о них знаю, я разбираюсь, какой лучше, какой хуже, я пробовала и дешевые, и масс-маркетовые, и дорогие заказывала, даже автозагары с iHerb были в моей жизни, я думала, что они менее химозные, значит, более полезные, что ли. И раньше я думала, что автозагары сильно отличаются. Как работают средства для загара, автозагары? Миллион раз скажу в этом видео это слово, но, к сожалению, не вижу никакой замены ему, так что извините. На самом деле, во всех автозагарах, и в том числе в спреях, которые могут распылять в салонах для моментального загара, содержится одно и то же вещество. Это D-гидроксиацетон, или DHA. Это единственный одобренный FDA компонент для загара в таких средствах. Вообще, это углевод, получают его чаще всего из сахарной свеклы, либо же сахарного тростника, отсюда и название часто в салонах, типа сахарный загар, загар с сахаром. И, знаете, такое чувство, что, наверное, это что-то очень натуральное и хорошее. Создается часто маркетинг всех этих салонов, строят именно на этом. Появился D-гидроксиацетон в 20-х годах прошлого века как подсластитель-сахарозаменитель для диабетиков, и затем заметили, что при приеме его, если это в виде каких-то конфет, то желтеет, как бы темнеет область губ и вокруг губ. При нанесении на кожу DHA взаимодействует с аминокислотами в верхнем слое нашей кожи, мертвых вот этих клеток, которые называются стратум корню. Глубже он не проникает, и вот как раз-таки в этом верхнем слое происходит реакция Майяра. То же самое происходит при приготовлении пищи. Корочка на хлебе после запекания — это не что иное, как результат реакции Майяра. И названа эта реакция в честь французского химика, который ее открыл. Но не надо сразу же орать, пугаться, что мы запекаем свою кожу автозагаром, и что эта корочка подпеченная, как у булочек. Нет, это не совсем так работает, просто процесс потемнения тот же. Обычно DHA добавляют от 2 до 5%, реже больше. В салонных распылителях и в салонных составах можно встретить до 10%, но не больше. И в результате мы получаем потемневшую кожу, точнее потемневший вот этот вот слой мертвых клеток. И этот цвет не смывается водой, этот цвет не смывается мылом и естественным образом отшелушивается в течение примерно 7 дней. Поэтому если вам кто-то обещает более длительный эффект, то это просто невозможно. И в том числе все автозагары плюс-минус будут смываться неравномерно, потому что отшелушивание на нашей коже тоже происходит неравномерно. Так что это будет больше зависеть не от средства, а от вашей кожи. Спонсор этого видео CurrentBody, это агрегатор гаджетов по уходу за кожей и волосами в домашних условиях. На их сайте огромное количество бьюти приборов для разного применения и на все устройства CurrentBody дают гарантию 2 года. Я уже не первый раз сотрудничаю с CurrentBody, я делала подробно видео о гаджетах для ухода за лицом. Если вы не видели это видео, посмотрите по ссылке, там я рассказала за какими приборами стоят исследования, какие действительно могут помочь замедлить или в некоторых случаях обратить некоторые признаки старения, а какие помогают справляться с акне. Я сама регулярно, примерно, ну минимум 4-3-4 раза в неделю использую 2 гаджета. Это маска CurrentBody с LED светом и также микротоковый прибор NewFace. Начнем с маски. Я лежу в маске, как я уже сказала, несколько раз в неделю, сейчас, когда началась зима, практически каждый день, потому что этот красный свет, он мне помогает проснуться утром на чистую кожу, либо, может быть, после какого-то суперлегкого серума, либо миста, я надеваю эту маску и лежу в ней 10 минут, пока таймер, пока она сама не погаснет, как бы, и затем уже наношу все остальные уходовые средства. В чем прикол, если вы не знали? Красный и инфракрасный свет, как в этой маске, может помогать стимулировать выработку нового коллагена. Коллаген передает нашей коже сияние, упругость, такой молодой и свежий вид. Инфракрасное излучение также может воздействовать на воспаление и помогать в заживлении ранок, каких-то рубцов и даже постакне. Я оставлю ссылки на самые основные исследования внизу в описании к видео. Что я замечаю от этой LED-маски? Какой эффект? За почти уже полгода регулярного применения я точно могу сказать, что она мне помогает в заживлении каких-то ранок, в том числе, если у меня были высыпания, если нарушен кожный барьер после этой маски, кожа как будто намного быстрее заживает и восстанавливается. И также у меня намного более ровным стал цвет лица. И причем этот эффект как накопительный, так и моментальный. То есть, если какое-то мероприятие или съемка, то я обязательно лежу в этой маске, чтобы цвет лица был более здоровым и ровным. Что касается морщин, мне кажется, что она также на них работает, просто мне тяжело сказать, у меня не так много морщин. И, к слову, я не делала инъекции ботокса уже год, и пока не хочу, мне кажется, что у меня так все хорошо. Возможно, благодаря этой маске как раз-таки морщины вновь не заломились. Это очень быстро, удобно, совсем не лень делать. 10 минут лежим, наслаждаемся. Не знаю, это просто мое открытие, мой любимый гаджет 2021. Далее пара слов о микротоковых аппаратах, в частности, о Ньюфейс, я использую его уже 5 лет. 4... 4,5, наверное, я его купила летом 2017 года. Да, боже, как много уже ему лет, малышу моему. Микроток это, по сути, очень-очень слабый заряд электричества, настолько слабый, что вы его вообще практически не чувствуете. Для проведения процедуры и передачи тока нужны 2 электрода, вот в Ньюфейсе как раз вы их видите 2. И чтобы ток шел, они оба должны прилегать к коже. Такие аппараты могут подтягивать и немного разглаживать кожу, улучшать овал и делать такими чуть более точенными скулы, подбородок, а также очень хорошо снимать отечность. Что особенно ценно, что микротоки могут работать с мышцами. Косметика, которую мы наносим на кожу, работает поверхностно, но микротоковая терапия, она воздействует глубже, и именно поэтому эти гаджеты показывают такие крутые результаты. Какой эффект вижу я от Ньюфейс? Самое крутое, что очень сильно снижается отечность. То есть, если пользоваться им регулярно, то вы практически забудете об отеках. Больше всего микротоки полезны тем, у кого деформационный, либо же усталый тип старения лица. Что это значит? Что нет каких-то прям очень большого количества морщин, а лицо как бы немного сползает вниз, и теряется овал, немного деформируется именно овал лица. Так вот микротоки помогают как раз-таки лучше всего таким типом старения. Я не раз показывала Ньюфейс в своем блоге, я его очень люблю, рекомендую попробовать. Очень крутой гаджет, причем вы увидите эффект и моментальный, если вам нужно куда-то идти, собраться, выглядит чуть более свежо, так и в долгосрочной перспективе, как я уже сказала, уменьшаются отеки, просто супер круто. Я его использую с гелем алоэ, и мне очень нравится эффект. В общем, во все поездки я беру этот гаджет, он всегда со мной. Ссылку на Current Body, а также на источники по этим двум аппаратам, точнее о технологиях, об LAD терапии и о микротоках, я оставлю внизу в описании к видео. Также по промокоду CLOVA.CB вы получите скидку 20% на все товары бренда именно Current Body Skin, то есть, например, на LAD маску, а по промокоду CLOVA.NF скидку 10% на все товары бренда New Face. Как раз в декабрь время, может быть, купить подарок себе или своим близким, кто очень любит уход за кожей. Так что переходите по ссылкам внизу, пользуйтесь промокодами. Вредны ли автозагары? На самом деле, это очень сложный вопрос, 100% однозначного мнения по нему нет, но сейчас мы с вами порассуждаем. Одно исследование, я оставлю на него ссылку внизу в описании к видео, показало, что при нанесении D.A.C.E. на кожу в концентрации 20% и по следующем выходе на солнце, в коже количество свободных радикалов увеличивается на 180%. И, следовательно, от этого кожа может стареть быстрее. Свободные радикалы это частицы, которые вызывают фотостарение, морщины, пигментацию. И многие были напуганы этим исследованием. Но, с одной стороны, нигде, ни в одном покупном средстве вы не встретите концентрацию D.A.C.E. 20%. Во-вторых, эту ситуацию можно предотвратить, во-первых, либо держась в тени после использования автозагара, во-вторых, нанося солнцезащитный крем. Ну и поскольку реакция происходит только на верхнем слое мертвых клеток кожи, есть ли воздействие на более глубокие поддерживающие слои? Вопрос, потому что именно там в глубоких слоях вырабатывается коллаген. И то есть, если какая-то реакция происходит на верхнем слое мертвых клеток, влияет ли она на то, что более важное для нас? И будет ли это ускорять старение? Большой вопрос. Также были некоторые предположения, что D.A.C.E. может быть потенциально канцерогенным при вдыхании, но в нереально больших количествах также. И в том числе это неприменимо, если мы используем лосьоны и кремы. Но все же влияние на легкие неизучено достаточно хорошо, поэтому я бы порекомендовала не выбирать автозагары в аэрозолях. И, если честно, я считаю, что моментальный загар из аэрографа, который их распыляют в салоне, это также не на 100% безопасно, просто потому, что влияние неизучено достаточно хорошо. Если его изучат и скажут, что безопасно, то ок, но пока таких данных нет, наверное, лучше избегать. Ну и также вред автозагаров может быть связан с тем, что у людей возникает иллюзия, если кожа более темная, значит, они защищены от солнца, и они игнорируют солнцезащитный крем, когда идут на пляж или еще куда бы то ни было. Это не так. Вам все равно нужен солнцезащитный крем с любым типом кожи, с любым цветом первый день вы загораете, второй, третий, десятый солнцезащитный крем нужен всегда, если вы идете особенно на пляж, если ОФ-индекс 3 и выше, даже если вы никогда не обгораете. И, пожалуй, единственное прям точно опасное, что может произойти в связи с применением автозагара, это аллергический контакт на дерматит. Но, опять-таки, он может случиться на любое вещество в косметике, как я всегда это говорю, но, тем не менее, эти случаи бывают и имейте это в виду, но часто он случается не конкретно на дигидроксиацетон, а на какие-то компоненты другие, может быть, компоненты отдушек, консерванты, что-то еще, ну, то есть, не всегда он виноват, но если вы отмечаете какую-то реакцию, если у вас, в принципе, кожа атопичная, либо у вас псориаз и активные очаги есть, я бы не стала использовать автозагар. Что вреднее, автозагар, солнце или соляр? Даже если мы реально сошлемся на гликирование, на увеличение количества сводных радикалов в коже после применения автозагара, никогда, никогда автозагар не сравнится по вредности с солнцем и, боже упаси, тем более с солярием. Солярий это самый адовый ад, это самое страшное, самое плохое, что вы можете сделать для своей кожи. Это смертельно. Солнце тоже плохо, максимально защищаемся, но солярий это самый, самый ужас. И если вы все-таки хотите быть загорелым, то такого понятия, как безопасный загар, просто не существует. И самый безопасный вариант это автозагар. Он относительно безопасный. Но опять-таки в адекватных формах, в адекватных количествах, не дышим 20% раствором, не вдыхаем в себя аэрозоли, не наносим автозагар каждый день в адекватных пределах. Автозагар на данный момент считается безопасным. Поэтому, если вам хочется, иногда я думаю, что почему бы и нет, плюс ко всему реакция происходит только на верхнем мертвом слое кожи, как я уже миллион раз сказала в этом видео, и скоро этот слой отшелушится, отшелушится, и вы останетесь с такой кожей, которая была. Просто люди иногда доходят до крайности, боятся увеличения количества свободных радикалов на 80%, то есть больше, чем просто, если мы выходим на солнце, но при этом живут, не знаю, в центре Москвы, дышат выхлопными газами, тут как бы не очень чисто вообще и воздух не суперчистый, и как бы давайте ко всему подходить адекватно, взвешивать адекватно риски и пользу. Я в инстаграме просила вас задавать мне вопросы по этой теме, и меня спросили, можно ли после автозагара ходить на какую-то светотерапию, либо же делать лазерную эпиляцию. Нет, закончите применять автозагар хотя бы за 7-10 дней, чтобы на эту процедуру прийти с максимально чистой и максимально светлой, которой у вас может быть корой. В общем, чтобы автозагар успел полностью смыться. Еще очень популярный вопрос и такое расхожее мнение, может ли автозагар закупорить поры? И вообще многие этого боятся и именно с каким-то таким эффектом сталкиваются. Конечно, как и любой продукт, автозагар может быть комедогенным. Но комедогенность это не очень универсальное понятие, потому что для каждого она будет разная. У кого-то условно на кокосовом масле никаких проблем, у кого-то кокосовое масло супер забивает поры, то есть это супер индивидуальный момент. И чаще от автозагара именно не забиваются поры, а окрашиваются поры и сальные нити. И ощущение складывается, что кожа чуть-чуть более, скажем, забитая. Также есть такая проблема, что автозагар может усиливать видимость пигментации не перманентно, а именно в данный конкретный момент, как и подкрашивать поры, так и сильнее выделять пигментацию. Но, естественно, когда он смоется, то это все пройдет. Но если у вас есть пигментация, то, наверное, автозагар это не очень хороший вариант. Почему автозагары так пахнут и есть ли те, что без запаха? Когда мы запекаем булочки, они пахнут приятно. Почему при реакции Майяра на кожу такая вонь? Ну ладно, это не прям вонь, но многим очень неприятно. Я не скажу, что мне прям плохо от этого, но неприятно. Воняет не сам продукт, а воняют аминокислоты нашей кожи. Воняет реакция, которая происходит. И поэтому продукта без запаха не будет. Вернее, не будет процесса потемнения кожи без запаха. В некоторые лосьоны, кремы добавляют отдушки, средства маскирующие запах, но совсем без запаха он быть не может, потому что именно вот эта реакция сопровождается выделением запаха. Увы. Как отличаются автозагары, как выбрать автозагар? Вы наверняка видели, что некоторые средства выпускают в разных оттенках, типа одни для более светлой кожи, другие для темной. На самом деле, это опять-таки одно и то же вещество, просто возможно в разных концентрациях обычно для темной кожи она выше. Оттенок на коже будет зависеть от процента DHA, скорее всего, немного от вашего природного оттенка кожи. И также иногда в некоторые средства добавляют некоторые компоненты или более чистую форму DHA, которая не дает, вернее, не дает менее вот этот вот рыжий оттенок, но если сильно обобщить, обычно автозагары все дают теплый оттенок. Практически нет таких, которые бы давали холодный. И также есть автозагары прозрачные, проявляющиеся через время, то есть там только вот этот вот дегидроксиацетон, и ему нужно время для реакции, обычно это 4-6 часов, то есть вы наносите сначала прозрачный гель, а потом видите, что вы загорели через время. И здесь есть небольшой минус, что сложно наносить равномерно, вы можете не видеть, какой участок вы пропустили. Собственно, это и случилось с моей подружкой в 9 классе, когда она наносила, наносила, ничего не было видно, а потом, потом, в общем, стала желтой. И второй вариант, это автозагары с тем же DHA, но также с добавленными, смываемыми пигментами. То есть, это условно автозагар плюс бронзер, плюс такой темный тональный крем, ну, бронзер. Сначала вы кажетесь загорелым из-за бронзовых частичек, но затем через время именно срабатывает реакция, да, вот эта вот DHA с кожей, и кожа темнеет именно от этой реакции, а пигмент смывается с первым походом в душ, с мытьем, с мылом, в общем. С одной стороны, такие средства удобнее наносить, вы видите, где уже достаточно, скажем так, а с другой, они обычно больше красят одежду, потому что, ну, это действительно просто пигмент, как тональный крем. Что делать с тем, что автозагары окрашивают одежду, если те, что не окрашивают? Пока вы не помылись после использования средства, автозагар любой может окрашивать все, к чему вы будете прикасаться, одежду и постельное белье. Поэтому, наверное, лучше всего его наносить за несколько часов до сна, чтобы он прям полностью хорошо впитался, и затем утром принимать уже душ, смывать его до того, как вы наденете одежду, а постельное белье стирать, если оно испачкалось. Если у вас все-таки одежда и пятна плохо уходят, в интернете на самом деле очень большое количество лайфхаков, как эти пятна убрать. У меня, если честно, проблемы никогда не было. Если чуть-чуть что-то и подкрашивалось, оно легко смывалось после стирки. Итак, какое средство выбрать? Мы выяснили, что все автозагары плюс-минус это одни и те же средства, все они будут не очень приятно пахнуть, и все они потенциально могут окрашивать одежду или постельное белье. Но все же, как выбрать лучше и чем они могут отличаться? Ну, во-первых, за того, что реакция Майяра сопровождается освобождением свободных радикалов, то во многие автозагары добавляют антиоксиданты, как раз-таки, которые с этими свободными радикалами борются. Можно брать такие, если вам хочется, обычно они более дорогие. Также, конечно, выбирайте те, которые вам будут удобнее в нанесении. Многие любят гелевые формы, многие любят лосьоны, кому-то нравятся автозагары или, скажем, кремы с таким медленным проявлением, там совсем маленькие проценты, дегидроксиацетона, и они проявляются, когда вы используете их подряд, не знаю, 3-4 дня, если вам так удобней, то это тоже супер. Кто-то любит спрей, в общем, смотрите, чтобы вам было удобно это использовать. Единственное, еще раз повторюсь, я не рекомендовала бы аэрозольные спреи, которые потенциально мы можем вдыхать, и салоны тоже, просто потому, что мы не знаем, насколько это может быть токсично для наших легких. Может, это и неплохо, но мы пока просто не знаем. Рекомендации продуктов меня не будет очень много. Я очень любила автозагары Сент-РП, но сейчас их как-то сложно заказать в Россию, я не нашла прям очень удобных ссылок, если кто-то знает, где купить, то обязательно напишите, пожалуйста, внизу, они были очень классные. Из бюджетных мне нравится дав лосьон сияние лета. Он, блин, ну, такой прям из бюджетных, мне кажется, самый хороший, приятный автозагар, и как увлажняющий просто крем, он хорошо ощущается, естественно, он тоже пахнет, но, в общем, он клёвый. Для лица мне нравятся капли Тан Люкс, они вот так выглядят в модной коробке. Вы просто добавляете несколько капель в свой обычный крем, и, в общем, наносите на лицо, и получаете небольшой такой оттенок загара. Единственное, что очень хорошо распределяете с кремом продукт, потому что, если вы нехорошо это делаете, то также можете получить пятна. У Клоранс также хорошие капли, я ими пользовалась, вот, наверное, года 4 назад покупала их, и вообще с каплями первое мое знакомство было от Клоранс. Также это работает, и с ними очень был такой классный легкий эффект загара, какое-то просто более отдохнувшее лицо, если это делать, не знаю, раз в неделю. И по моим ощущениям из таких более дорогих у Клоранс классный автозагар для тела в гелевой форме, мне больше нравятся гели, не знаю почему, как-то их проще наносить, и как-то легче распределять, в общем, у них тоже очень хорошее, обратите внимание. Как автозагар использовать? Сейчас начинаются секретики, выработанные годами, но на самом деле не так-то много секретов. Первым делом лучше помыться без мыла, вот просто немножечко потереться мочалкой, мягкой, не нужно прям там стирать все, но просто немного выровнять кожу, не использовать никакие кислотные тоники, ничего сильно абразивное, просто выравниваем кожу и смываем, что на ней могло бы быть. Если нам хочется прям минимальное количество пятен, то можно выровнять по аж кожи, каким образом, нанести какой-то тонер, часто спиртовые тонеры хорошо работают, равномерно на все тело наносим, но это прям для супер отличников. Далее, на колени, на локте можно нанести слой какого-то увлажняющего крема, там кожа максимально вот этот вот слой, который может окраситься, толстый, и именно поэтому, если этого не сделать, то можно получить такие грязные локти или коленки. То же самое с ладонями и стопами, но вообще лучше, конечно, наносить автозагар в перчатках, не мыть сразу руки, а в специальной перчаточке сейчас очень много продается и в наборах именно для автозагара, и просто есть, если погуглить, специальная перчатка, которую вы наносите на все тело автозагар, потом ее переодеваете, в общем, таким образом не окрашиваются ладошки. И лучше всего автозагар наносить на сухую кожу. Далее, мы полностью ждем высыхания, по возможности, если есть такая возможность, походите прям галышом хотя бы час, чтобы все максимально высохло, и затем надеть какую-то темную свободную одежду и отправляться спать. Вот такой вот секрет, ничего как бы сверхъестественного. Утром просто это все смываем уже с мылом и наслаждаемся с загорелостью. Если все прошло хорошо, если плохо, то с пятнами. Но они смоются через неделю, так что не переживаем сильно. Выводы какие у нас? Автозагары это, конечно же, не полезные, но относительно безвредные средства, и уж точно это лучшая альтернатива что солнцу, что тем более солярию. И если для вас важен такой чуть-чуть потемневший загорелый оттенок кожи, то это единственный выход, я думаю, адекватный. Но ни в коем случае не воспринимайте эти продукты как защищающие от солнца, они защиты не дают. Достаточно уж точно. Ну, еще раз повторю, наверное, разумнее отказаться от автозагара в аэрозоле, либо же похода на процедуру моментальный загар. В остальном, если хочется загорелые ножки, либо же, не знаю, у вас витилиго, и вы хотите немного это скрыть, то я думаю, что автозагар это очень неплохой выбор. Но в целом, в бледной коже, как в коже любого оттенка, совершенно нет ничего неправильного или плохого. Вот, поэтому помните об этом. На этом у меня все. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Пишите внизу в комментариях, как вы относитесь к автозагарам, какие вы пробовали, какие вы любите. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. У меня все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока!